Привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сегодня необычный день, потому что в коем-то веке я записалась на вокал. Сегодня у меня знакомство идёт с моим преподавателем. Оказывается, рядом, недалеко на моём районе, есть школа, о которой я не знала, ей уже 7 лет. Школа работает 7-й год, вот так они мне сказали. Я не знала, там есть преподаватели, есть даже выбор. Вот сегодня я иду знакомиться с молодой девушкой. Но, как я понимаю, она хорошо преподает и хорошо поёт сама. Я люблю разных преподавателей, я всё время училась за всю свою жизнь у разных преподавателей. И я вам скажу, что от каждого преподавателя я что-то новое брала. И долго у одного преподавателя я задерживаться не могу. Мне всё время надо, чтобы мне другой подход какой-то давали, другие знания. Ещё сегодня встреча с моими девочками. Как раз вот сейчас к 11 уже полчаса осталось, я выхожу. К 11 у меня прослушивание полчасика идёт. И к 12 я еду к девочкам навстречу. Приготовила уже подарочки. Такие небольшие подарочки приготовила. Ещё шоколадки хочу докупить. Ну, тут всякие брелочки, масочки, там что-нибудь. Чаёк везде. Вот мой любимый классный чай такие. Они разные здесь. Ну, помада там, брелочек, замочек, наклеечка. В общем, вот такие. Просто захотелось что-то маленькое сделать приятненькое. Я подготовила 12 подарков. Я не знаю, сколько придёт человек. В прошлый раз, когда я анонсировала всё на Ютубе, в Инстаграме, я делала большую встречу. Мне нужно было максимальное количество человек. Пришло 12. Сейчас я делаю 12 подарков, но думаю, что придёт не 12 далеко людей. Думаю, придёт меньше. Но на всякий случай. Лучше пусть будет подарков больше, чем меньше. Правильно? Всё. Я, в общем, нарядилась. Оделась так же, как вчера. Мне было удобно. И на фотографиях я неплохо получалась. Вчера я встречала своих подписчиц в Горизонте. Ходила в кино, кстати, на Джокера. Мне понравилось. Ну, понравилось само кино. Я люблю просто кино, да. Но сам фильм, он достаточно депрессивный. У меня двоякое ощущение было о нём. И мне после него захотелось посмотреть что-нибудь позитивненькое. Вот. Но в целом мне кино понравилось. Игра актёра. И того актёра обожаю, который там в главной роли. Вот. И пока я шла в кино, я встретила своих подписчиц. Мы с ними сфоткались. Ну, они меня отметили в Инстаграме. И я посмотрела, что я неплохо смотрюсь в этом прикиде. И мне в нём удобно. Мы как раз в кафе собираемся встретиться. Там, где чуть ли не на полу сидеть. Поэтому я подумала, будет удобно мне так в спортивном. И на фотках хорошо получаюсь. Всё. Беру подарки, бегу на прослушивание и к девочкам. Поснимаю вам что-нибудь, что удастся. Оставайтесь со мной. На улице, кстати, очень хорошо. Я взяла с собой курточку. Но даже её не одела. Солнышко. Всё клёво. Кстати, иду сейчас и думаю по поводу того, что я недавно сняла видео с покупками. И были очень странные комментарии по поводу того, что вот раньше покупала там дешёвые вещи, радовалась всеми делами, сейчас помешалась на брендах. Слушайте, я не скажу, что я помешалась на брендах. По большому счёту, всегда, когда я начинаю задумываться, я понимаю, что это всё полный бред. Шмотки вообще это полный бред. И я просто поддаюсь иногда каким-то слабостям своим. Я шапоголик, я этого не скрываю. И, в принципе, беру всё, что мне нравится. Вот просто всё, что мне нравится. Если мне нравится дешёвая шмотка какая-то китайская, я её возьму. Если мне нравится какая-то дорогая вещь, я её возьму, но, возможно, не сразу, потому что она может дорого стоить. Буду ходить присматриваться. Но всё время в моей голове по поводу вещей меняются мнения. И я думаю, что ничего в этом такого нет. Это нормально у нас у всех так. Какой-то период есть один, мы подстраиваемся под свои убеждения. Например, если у нас нет денег, то мы подстраиваемся под то, что можно взять дешевле, но качественней, что за бренды мы переплачиваем, за имя и так далее. Когда у вас появляются деньги, вы думаете, а почему нет? Бренд, известная марка, тоже хочу носить. Ну, скажите, кто из вас не хочет носить Гуччи и Луи Виттон? Ну, к примеру, да? Вот вам дадут, а вы откажетесь. Скажете, нет, не надо, там качество не очень. Извините, а вам предлагают оригинал какой-то крутой марки. Ну, к примеру, да? В общем-то, никто не откажется. Я думаю, в глубине души все хотят жить так, чтобы могли позволить себе все, чтобы не было ограничений, что вы что-то не можете себе купить, потому что нет денег. И это естественно. У меня был период в жизни, когда у меня не было там особых денег, чтобы вообще тратиться. И да, я считала там лучше купить подешевле, поискать покачественней и так далее. Там не важно, что это Китай. Да я на самом деле сейчас считаю. Я на сколько сейчас купила брендовых костюмов себе, я в последнее время очень расстраиваюсь в качестве. И вот в Москве в одном месте я брала костюмы из Турции, которые, блин, до сих пор живут реально. Сколько я их таскала, ни одного катышка вообще нету, ни одной зацепочки нет на костюмы. Я даже думаю, вот в Москву приеду в этот раз и съезжу в этот магазин. Он находится где-то на Дубровке, где я покупала эти костюмы. Ну, я его не помню, там несколько было таких точек, да. Но я имею в виду, что турецкое качество, да. То есть это не бренд какой-то. Ну, блин, сносу им нет. Сейчас, да, у меня даже в марафоне желаний, когда я проходила его, у меня вообще цель, я хочу одеваться за границей. Я вообще хочу одеваться только за границей. Я хочу... У меня такое желание, вот оно сидит внутри, да, что я хочу, как только мне нужно там купить вещи, например, там куртку, обувь, там рюкзак, вот накопилось уже, да. Я бы хотела каждый квартал, можно сказать, ездить, шопиться куда-нибудь в Италию, там, да, или там в Барселону, не знаю, в Италию, конечно, в идеале. Там-то у нас законодатель моды или как говорят. Да, я хотела бы покупать себе первую линию каких-то крутых марок. Я бы хотела, чтобы это, ну, было не так, что я там насобирала денег, да, и поехала, отрывая от сердца. Нет, я хочу, чтобы было столько в моей жизни денег, что как для нас за всех пойти там на рынок и купить какую-то шмотку, которая нам нравится за тысячу рублей, чтобы ощущение внутри было такое, чтобы это не казались большими деньгами, а это значит, надо много зарабатывать. И у меня как бы цели и планы такие на жизнь. Я хочу много зарабатывать, и, ну, поэтому потихоньку я иду к своим целям. На сегодняшний день мне бы хотелось, чтобы в моем гардеробе, например, были одни брендовые вещи, к примеру, да. Ну, и хотелось бы, чтобы они были качественные, потому что есть бренды, которые реально портятся, и такие я брать не хочу. Вот. Но, тем не менее, у меня сейчас все равно в гардеробе есть вещи, которые далеко не брендовые, которые там с китайских сайтов, но они качественные, хорошие, а они висят, и пусть висят. Ну, короче, я освобождаюсь от этой темы. Опять я много говорю о шмотках, но все по горе говорит о шмотках. А что такого-то? Короче, все нормально, девчонки. Я могу купить и дорогую вещь, могу купить и дешевую вещь. Короче, и так, и так отношусь нормально. У меня нет каких-то четких границ. Нет какого-то четкого убеждения, как должно быть и как правильно. Правильно так, как вы хотите. Вот и все. И мне кажется, мне тоже навязывать не нужно. Чем больше у человека получается возможностей, тем больше он растет вообще, тем больше он желает. Это нормально. Ну, я думаю, все нормальные девчонки это понимают. А кто ненормальный, тот, наверное, даже не поймет то, что я сейчас говорю. Поэтому, ладно, всех любить с собой побежала. Ну, и главное, выходила я сегодня из дома, и мама мне. Так, все взяла, телефон взяла, это бери, ключи взяла. Я говорю, мам, как я и без тебя выхожу из дома? Говорю, что ты мне все подсказываешь, ты меня только запутываешь. И в итоге выскочила из дома, и забыла свой рюкзак. Мама сбила меня. Я бы его не забыла, если бы она мне не подсказывала. Так, все, я пришла. У нас фонтанчик такой красивый тут. Так, я пришла, сейчас буду звонить. Узнакомиться. Прошла я прослушивание, короче, на мой взгляд, я ужасно пела, поэтому я не взяла камеру и не начала это все дело снимать. Давно я не пела, и еще и нервничала каждый раз, когда на меня смотрят, слушают, даже в такой камерной какой-то обстановке, ну, в плане ламповой, да, можно так сказать. Тем не менее, преподавательница моей 25 лет, меня всегда так интригует этот момент, когда я чему-то учусь у людей младше меня. Но я абсолютно непредвзято к возрасту, к возрасту, к возрасту, к возрасту. Ну, вы поняли. То есть, я считаю, что вполне возможно, что девочки талантливые, одаренные, смогут донести до меня молодым взглядом, молодым языком ту информацию, которая мне нужна, и передадут свой опыт. Вот, поэтому я буду заниматься с девочкой 25 лет. У нее розовые волосы, как у меня когда-то. Девочки, вот я на встрече. Вот пришла ко мне Ася. Одна. Как ты добралась? На двух автобусах приехала, и в пешку мы нашли. На двух автобусах ко мне Ася приехала, вот, и все, вот мы вдвоем сидим, разбираем подарочки. На самом деле, мы встретились, Ася приехала с мамой, и еще пришла одна девочка, то есть два взрослых человека, один ребенок. Три девчонки. Я думала, что будет больше народу. Вы видели, сколько я набрала подарков, но понятно, потому что я анонс не сделала в видео, да, то есть я немножко это все сделала спонтанно, вот, просто на всякий случай подготовила много подарков, чтобы не было, не остался никто без подарков. Сейчас девочки пошли там, мы в Макдонавс сели, пошли там брать что-нибудь, я пью кофе, сидим с Асей, болтаем. Ася, ты хочешь кому-нибудь привет передать? Кто от тебя будет смотреть, как ты думаешь? Маме, 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 маме привет, папе, папе привет. Привет, папа. Маме и папе передает Ася привет. Ира, Таня, Ася, вы уже знаете, Асюха, ну что ты расстроилась, кися? Она не хочет от тебя уходить. Еще увидимся, еще у тебя день рождения будет, мы с Даней придем, тебе на день рождения. Позовешь нас, мы придем. Мы резко вскочили, потому что мы хотим в кино пойти, на... Вот, и осталось 10 минут, мы сейчас побежим до машины и полетим, поскачем. Все, увидимся, спасибо, что пришли. Спасибо тебе, Мы не прощаемся еще. Все, пока, до свидания. Ну что, мы с Таней сходили в кино, и мы очень сходили интересно, сходили бесплатно. Как это получилось? Мы опаздывали на наш сеанс, прибежали, но билеты нам сказали, уже не продают, хотя он, по-моему, меньше полчаса шел, меньше. Я говорю, а в каком зале? Она говорит, в таком-то. Я думаю, сейчас, наверное, подойду там, попрошу, потому что очень хочется фильм посмотреть, и он все время поздно. Удивительно, что мы вот просто попали на него, уже опоздали, уже готовы не сначала были заплатить. Но у входа никого не стояло, и как бы мы прошли внутрь, и я думала, что там внутри может кто-то стоит. В итоге нигде никого не стояло, но мы, девчонки, не растирались, сели и начали смотреть фильмы. Да, и потом просто вышли, вот и все, как бы, мы посмотрели фильм, люби их всех, тебе понравился? Да, очень. И мне понравился русский фильм, классный, красивый актер, так, мы туда идем? Да, красивые актеры, музыка классная, прикольная, легкая затея, вот. Но обычно он, короче, поздно идет, и нам просто повезло, что среди дня мы сходили на этот фильм. Он, я думаю, уже перестанет скоро идти, его можно будет посмотреть просто, на ноутбуке. Все. Сейчас, сейчас теперь надо понять, как тебе уехать в твой район отсюда. Я так рада, что попали. Мальчиши, плохиши, мы с тобой. Всем привет! Гребаная фотосессия! Шучу. Нет, я всегда рада фотографироваться, у нас прекрасный фотограф, ну просто собиралась я на эту фотосессию, фотосессию, это просто трындец, как я злая. У меня все, что может случиться, что может меня разозлить, все уже случилось. Я злая просто, я сегодня пять раз хотела отказаться от фотосессии. Хорошо, что, ну как бы, если бы я отказалась, никто не пострадал, потому что там Леночка, вон. сейчас подойдем к ним поближе, их тоже поснимаю чуть-чуть, ребята, вон они, сестра, ой, сестра, господи, брат, все, я заговариваюсь, я сейчас эту карту, блин, а то вставлялась, не вставлялась, короче, брат Леннон там, с которым мы давно уже, тоже с детства знакомы, Денька еле успокоила его, смотрит мультики, ест печеньки, еле успокоила, потому что он останавливался возле каждой карусели просто и не хотел идти сюда, сфотографироваться, вот, короче, я набрала еще вещей каких-то, какие-то образы, в общем, я не знаю, я на суете, мне хочется, чтобы скорее закончился этот день, это редко бывает, когда так, я просто вся на взводе, на самом деле, вот, пойду немножко их поснимаю. Маруська, букетик тебе, покудешь держать? Деньку так тоже можно будет сводкать, чтобы он листочки кидал, держи, держи, доча, букетик, и вот этот, держи букетик, ай, все цветы тебе, улыбайся, уху, хорошо, один гадар успел сделать, и хватит с вас, и то буков, давайте, у нас пока святое время есть, пока не стемнеет, уху, класс, Степа, Степочка, куку, степа, куку, ну что, добрый день, а что было недавно, я вам рассказывала, я уже и забыла, когда я последний раз снимала, а, в кино мы были с моими девочками, да, потом я поехала к друзьям, еще одно кино посмотрели, называется Виктория и Абдул, тоже интересный такой исторический фильм, а сегодня мы маму отправили домой, сегодня воскресенье, у нас выходной с Денечкой, Денька, привет, ты мой зайчик, радостный такой, да, и сегодня мы едем, какой-то фестиваль у нас в Ростове на Западном, какой-то казачий, я до сих пор не поняла, но в общем там куча еды будет, разнообразная кухня, в общем должно быть весело, я позвонила брату, брат за любой кипиш, Наташа, Настена с нами будет, вот, так что посмотрим, что там нам приготовили, сегодня отдыхаем, тусим, организация, вообще никакой, ничего не объясняют людям, ничего правду не говорят, я их ненавижу, 30 минут по пробке, потом не пожрать, не посрать, нигде ничего нет, нет ничего, соус отдельно, мясо отдельно, хлеба нет, вообще, украшка отдельно, туалет очень объясняет, меню не объясняют, никто ничего не знает, ребята стоят просто папкин, а пацаны для чего стоят, они могут рассказать, возьми себе, красный для соуса и для хлеба, возьми себе желтенький для мяса, возьми себе для пива синенький, они говорят, мы ничего не знаем, я вовремя включила камеру, и подумала, что всю, просто папки давай, прикладывай, всю атмосферу фестиваля, на который мы приехали, как раз таки, нам вот переданы, ребята, да, мы стоим в очереди, там мясо вроде бы неплохое, мы стоим в очереди, народу много, везде очередь, мы сюда случайно, можно сказать, попались, да, давайте какой-нибудь соус, я не разбираюсь вообще ни в чем, Денька тянет то туда, то сюда, капризничают, в общем, это не Денька, но дети капризничают, в общем, в фестивале это походу не мое, молодец, сам бери, а дяди Виталий угостишь? дяди Виталий дашь? идите сюда, День, дяди Виталий дай, дай дяди Виталий дашь, дяди Виталий дай, молодец, а что ты бросаешь в Японию, где что? не воспринимай личностно, это дети, маме дашь? Настюле дай, Насте первой, Насте, Насте дай, Настюля, у тебя ладошка побольше, Насте, Насте, День дай, Насте, все, молодец, что-то дяди Виталия, хитрый, дяди Виталий, это эффективный, тракторный, мусор, аля, все, короче, мы безумно злые, мы сейчас будем есть вот такие колбаски, взяли 4 колбаски, одна такая, 250 рублей стоит, какая-то картошка стоит, 200, 150, 150 рублей, 100 рублей стоит один соус, и один вот такой лопат, а это не наши, вот, короче, 150 рублей вот такая вот штука стоит, да, вот так, или 2, короче, мы тут набрали, черти что, избоку бантик сейчас покушаем, а потом расскажем, было ли это вкусно или нет, так, посмотрите на моего ребенка, просто вытер все полы, вытер все полы, там теперь очень чистенько у них, кстати, очень, а у Деньки все грязненько, и красот, нет, Денни, посмотри, как грязно там, посмотри на ручки твои, зая, вот что это, а тебе счастье, да, кошмар, там не пристегнутые они, да, да не знаю, мамочки, господи, они небезопасные, Маша, страшно, ой, какие лапки, Маша, пойдем, воняет здесь, немного, к маме зайду, иди, сали, побежали наверх, все, вниз спускаемся, быстренько вниз, 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 аккуратно, не спешим, аккуратно, ты от кого убегаешь, от Настюги, а ты за кем бежишь, Денечка, далеко не убегай, не, ну это лучше, лучше, чем мне я, Деня, нашли, что-то дети, что там, Настя, Настя, у меня, что там, ничего, Мачка, открой, пошел, подвал просто, там страшно, пойдемте отсюда, там страшно, там страшно, там темно и сыро, и там наверняка, крысы какие-нибудь, запасы, нет, там ничего нет, там пустота, аккуратно, аккуратно, иди, аккуратно, зайка, давай, вот, вот, аккуратно, котечка, вот идет Настя, впереди, идет Деня, позади, аккуратно, аккуратно, вперед ножку ставь, вот так, молодец, аккуратно, ручку в сторону, левую в сторону ручку, чтобы баланс держать, умнички какие, ой, тихо, чуть не сорвался, так, вы что-то медленно там идете, молодежь, мы тут вообще как метеоры, ну что мои хорошие, сейчас я уже бегу за Денькой, и мы кстати идем в бассейн с ним, это уже будет второе наше занятие, но первое занятие по абонементу, в прошлый раз мы ходили в бассейн, да, Денечка начала у меня ходить в бассейн, потому что мне кажется, я сама очень плохо плаваю, хочу, чтобы он плавал хорошо, уверенно, воды не боялся, и все было прекрасно, тем более вода, это, ну как бы для здоровья хорошо, для развития хорошо, и в общем, я думаю, что, тем более он очень любит воду, очень, то есть, знаете, обычно деток ведешь куда-то, да, и особенно маленькие, они немного такие боятся, куда, что, он когда увидел этот огромный бассейн, он просто туда, туда хочу, он даже не может терпения проявить, чтобы переодеться, пока я его пущу, я взяла первое пробное занятие, у них стоило час 1000 рублей, полчаса 500 рублей, это пробное занятие, а вообще, там стоит 1400 занятие, одно, часовое, и 700 рублей, или 750, 750, по-моему, получасовое, нам вообще тренер, с которым занимался Денечка, молодой человек был, он сказал, что, ну, по полчаса ему хватит, ну, полчаса, это ему вообще просто, глазом моргнуло, уже вылазить, он ни в какую не хотел вылазить, через полчаса, и я пробное занятие, ну, целый час он ковырялся, там, короче, в этой воде, и разминали его, и нырял, он молодец, и все, сегодня я уже купила ему очки, шапочку, сегодня надеюсь, что он будет в очках, и в шапочке, прошлое занятие, я вам здесь покажу, вот наш тренер, и наверх руками, о, ай, силач, надо страху, под страху, ой, ну, ты вообще, гигант у меня, можешь опуститься наверх, да, висишь, ручки крепкие, ручки крепкие, ручки крепкие, с тренером ему с этим очень понравился, он прям кайфовал, но, к сожалению, с этим тренером мы не сможем заниматься, потому что у него все расписано, нам вообще его порекомендовали, но то время, которое нам нужно, у него нет свободного, поэтому сегодня у нас будет одна девочка, потом в четверг я записалась, там будет другая девушка, в общем, ну, и мы выберем, кто лучше, еще там вроде еще один парень, сейчас у них тренируется, и вроде еще будет, ну, посмотрим, кому Денечка больше, кому Денечка больше понравится, кто Денечке больше понравится, с кем он будет веселее, продуктивнее, вот с тем мы тогда и потом расписание составим, а так я взяла абонемент, когда первый раз там берешь, у них скидка 10%, короче, я взяла на 8 занятий за 8,5 тысяч, то есть получилось у меня занятие 1050 где-то, да, ну, где-то так, да, 1050, 1060, одно занятие, вот, ну, пока походит, конечно, это плюс еще к бюджетику такое, но я думаю, я вот ради такого, как бы готова, я сама сейчас еще на вокал пошла, но мой вокал дешевле, в 2 раза стоит, те же 8 занятий, и еще на английский планирую пойти, все, сейчас я бегу, все, уже пакет приготовила, и с Денькой будем купаться, что-нибудь вам подниму, девочки, пипец, Деня не залез даже в воду, он вообще просто, вот так вот, нет, нет, сегодня вот женщина была взрослая там, вот, никак ему не понравилась она, абсолютно, прям, плавал мальчик, вместе с ней, я говорю, смотри, мальчик в очках, ну, чтобы Деньке очки уже одеть, чтобы он воду не смывал с глаз, я говорю, смотри, вот мальчик, он такой, нет, он сразу что-то начал напрягаться, прям с самого начала, я его даже силком в воду засунула, думала, что он сейчас расслабится, как бы что-то боится, сам не знает, что бывает же такое у деток, нет, он за нее схватился, абсолютно не хотел плавать, тянется ко мне, орет, плачет, я думаю, ну, не, издевательство над ребенком, я не буду его насиловать, потому что я видела, что он в воду до этого зашел, прекрасно, он даже тогда, в прошлый раз, когда он увидел этого мальчика, он даже, другого мальчика, не мог дождаться, когда он уже вылезет из воды, чтобы пойти скорее купаться, и прям с удовольствием, и нырял, и повторял, улыбался, весь прекрасно, да, там час прошел, и выходить еще не хотел, вот, а вот с этой женщиной вообще ни в какую, поэтому, не знаю, я расстроилась, потому что это, считай, просто минус 1100 рублей, просто выкинуто, так это более того, там, не хотелось бы, чтобы мы перестали ходить в бассейн, просто из-за того, что мальчик этот в армию ушел еще, все, мало того, что у него все расписано было, он еще и в армию ушел, и сейчас у них, получается, две девочки только, ну вот, женщина и девочка, ну, вроде с девочкой он познакомился, сейчас выходили мы, вроде глазки ей строят, я говорю, плавать пойдешь в среду, с Машей, с другой, их обе Маши зовут, он такой, ага, я говорю, смотри мне, в общем, посмотрим в среду, как он с Машей будет, с администратором поговорила, говорю, ну так обидно, говорю, а если ему и вторая не понравится, говорю, как так, ну, она мне списала половину, только половину, то есть, не целое занятие, а половину, но хоть уже приятнее, потому что, на самом деле, просто реально обидно, когда ты приходишь, немаленькие деньги платишь за это все, и просто ребенок не хочет плавать, и как бы, опс, ну, как бы, меня это прямо огорчило, но когда она мне сказала, что она половину только спишет, и вот эту оставшуюся половину, которая осталась, как раз в среду мы попробуем, не на час, а на полчаса, залезет ли он вообще в воду с другой Машей, будет ли он нормально плавать, и не нервничать, если нет, то вроде у них там парень новый какой-то собирается заступать, посмотрим, а ну и я же на вокал записалась, нашла себе тренера, все-таки, короче, я позанималась, не позанималась, я сходила на прослушивание к молодой девочке, вот, ну, мне как бы кое-что там не понравилось, и моментик один, и я пошла к другой женщине заниматься, она взрослая, там, ей 43 где-то года, и мне понравилось, что-то она, она с детьми, видимо, занимается, и она мне как ребенку начала объяснять какие-то вещи, мы с ней уже распелись, я уже почувствовала свой голос, она очень доходчиво мне все объясняет, очень приятная женщина, вот, и я говорю, я вот с вами буду заниматься, ну, как бы, я решила у нее остаться, позанимаюсь, посмотрим, в принципе, я от той девушки совсем не отказываюсь, да, я рада уже, в общем, что нашла преподавателя, с которым буду заниматься, еще английский, еще английский хочу найти, вот, завтра, может быть, зайду там в школу, посмотрю, что по чем вообще, как занимаются, хочу, чтобы на английском, приходишь в школу, и только на английском разговариваешь, там, целый час, полтора, Ну что, с третьего раза мы добрались до бассейна, залез в воду, Маша молодая девочка, ему понравилось вроде бы, уже ей улыбается, мне кажется, что сейчас через пять минут я его скажу, пойдем, он даже не захочет вылазить, возможно, даже, улыбается уже, ну, слава тебе, Господи, Маши, привет, привет всем, привет, привет, нет, не снимать, деловуха, но все, я рада, что идет все в гору, Зайки мои, вы не поверите, в моей жизни, хотя, может, и поверите, для кого-то это, может, обычные какие-то вещи, а для меня, это, мои мечты, мои мечты, начинают реализовываться, с одной стороны, я так к ним долго иду, у меня столько терпения, и как бы очевидно, у меня нет сомнений, что у меня все будет зашибись, и в будущем будет только круче и лучше все, и с одной стороны, вроде бы и не было сомнений, а с другой стороны, поверить не можешь, что это происходит, все-таки с тобой происходит это, в общем, грядут перемены, реализация, исполнение желаний, вот, я скоро вас введу в курс дела, поделюсь своим счастьем, и в общем, я сейчас очень счастливая, немножечко такая вся во фрустрации, можно сказать, вот, мне очень хочется с вами скорее поделиться всеми переменами, всеми вещами, которые в моей жизни происходят, поделиться, как они происходят, что, что, что вообще и как, в общем, вы меня понимаете, обязательно скоро поделюсь, нет, нет, следите в инстаграме, за моим инстаграмом, там чуть-чуть больше, потому что влоги выходят не каждый день, а инстаграм я веду каждый день, сторисы каждый день, вот, в общем, хочу этот влог закончить, с вами попрещаться, на такой классной, позитивной ноте, потому что, практически все плюсики, все галочки загорелись зелёным, вот, и, возможно, даже следующий влог уже внесёт более, больше ясности для вас, я желаю вам всем спокойной ночи, желаю исполнения ваших желаний и мечт, ставьте цели, идите к ним, и я вас люблю, целую, и прощаюсь до следующего видео, пока-пока, и вы, и вы... есть...